Торгово-развлекательный центр Фама Кескус приглашает 19 сентября в 13.00 на Международный День Красоты. В нашей программе мастер-класс от стилиста, мастер-класс от визажиста, концертная программа, а также бесплатная и беспроигрышная лотерея. Автошкола Проминг открывает новый сезон. Смотри подробности на сайте Проминг.ли В странной конструкции велосипед однажды нам повстречался на улицах нашего родного города. Прохожие восторженно смотрели, не совсем понимая, на чем человек едет. Так же смотрели и мы. Не остановиться, не расспросить обо всем и не показать вам мы просто не могли. Лазил по интернету и наткнулся на сайт этих великов. Почитал, посмотрел и очень захотел себе приобрести. Написал письмо. Потом эти велики привез. Упсом привезли. Парень чуть ли не из Голландии. Прямо такой, как будто обкуренный в дребезке. Валивает с этими стридами. Такой вот вам в коробку. И уехал. То есть расписались и уехал. Ну и дальше началась головоломка, как его забирать просто. Потому что они приезжают в сложном состоянии. Но этот велосипед, вообще, у него история интересная. Его человек до конца доводил 20 лет. То есть вот эта вещь, в нее вложено 20 лет труда. Размышлений, мучений. Справка из интернета. Складной велосипед стрида, запоминающийся рамой в форме буквы А, спроектировал английский инженер и конструктор Марк Сандерс. Первая модель стрида 1 была выпущена в 1987 году. А в 2007 году на свет уже появилась стрида 5. Стрида была создана специально для тех, кому приходится ежедневно проделывать долгий путь до работы и обратно на различных видах транспорта. Стрида проста в использовании и обслуживании. И быстро складывается, после чего ее можно легко перевозить. Позволив многим жителям европейских городов существенно экономить на транспорте, стрида быстро завоевала популярность. Начиналось все с простой детской коляски. Он однажды увидел детскую коляску. Помнишь, что такие вот раньше раскладушки были? Ну, коляски такие, тыкс, она складывалась, да? И он подумал, а почему бы не придумать такую же велику, которая складывалась так же легко и просто, как вот эта коляска, чтобы его можно было прийти домой, там, сложить, поставить в угол, или там в магазин зайти. Начал вот в это направление работать. Ну, вот. И сперва у него получилось не очень. Потом, где-то в 81-м году вышла одна из первых моделей стриды. По легенде, название придумал сын. По легенде. Ну, опять же, это легенда, Татьяна. Потом, уже в начале 90-х, они начали производство. Небольшое пока, но достаточно успешное. Производство не росло, и они решили, как бы, это все производство продать корпорацию, которая уже давно выпускает велосипеды, ну, как бы, с ней сотрудничать. И вот после этого появилась первая, практически окончательная модель с 3D3.2. Там еще нету дисковых тормозов, там барабанные тормоза. У него не складываются педальки. Ну, там еще кое-какие мелочи, которые отличают от внешних. А вот это вышло уже в 2003-м году. если мне память не изменяет, могу что-нибудь приврать. А в начале вот этого века она выиграла все конкурсы среди велосипедов. Ну, как бы, признан лучшим инновационным продуктом года. Лучшим велосипедом года. Ну, как бы, вот я запал на эту тему и решил себе такую технику. Ну, как оказывается, не прогадал совершенно. Ну, а в чем вы видите преимущество вот именно этого велосипеда или другого? Он быстрее, он мащенее? Нет, 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 конечно. Это чисто городской велик. Вот чисто городской. Далеко на нем не поездишь. Хотя я ездил, брать не буду. Достаточно приличное расстояние. Клн. 10. Немного утомляет крутить педали. Ход у него легкий, а вот педальки постоянно крутить надо. То есть он не переключается. Пока скорости переключаются только на следующих моделях, которые в этом году вышли. Там специальная разработка и переключение скоростей планетарных, передних втулб. То есть там щелкаешь так, тыкс, он переключается на повышенную передачу. Щелкаешь, тыкс. Ну как в аккумуляторных древнях, знаешь, планетарная передача. Суть этого велика как бы в мобильности, в быстроте складывания, раскладывания, в том, что ты можешь на нем поехать. Задача, когда он изобретал, создать велик, в котором можно в большом мегаполисе сесть дома на велосипед, доехать до метро, сложить его, взять в метро, выйти из метро, доехать до офиса, сложить его, ну, чтобы он там места не занимал в офисе, да, принести в офис и потом проделать путь в обратном направлении. Складывается при, ну, не знаю, наверное, с третьей попытки уже его можно складывать там в течение, там, 10 секунд. Если потренироваться и все это на время делать, ну, я видел в интернете ролики, там, за 5 секунд, за 4, народ уже складывает. Конечно, в велосипед вложили очень много труда. Начинается, вот эта модель, уже с дисковыми тормозами впереди, сзади, складывающиеся педальки. Ну, то, что он легкий, алюминиевая рамка, да, весит 9,8 килограмма велосипед. Ременной привод, конечно, фантастический. У него износостойкость, как обещает производитель, около 50 тысяч километров. Вот то, что отличает выгоду, например, от обычных цепей, те цепи раз в сезон надо менять. А это, не знаю, там болтик есть, подтягиваешь просто чуть-чуть, и все, и катаешься. Ну, еще из недостатков, я бы за себя отметил, конечно, большая нагрузка на заднее колесо. Ну, колесики маленькие, и оно быстро так подпускает. Ну, как быстро? Ну, раз в месяц надо качнуть его. А все остальное, вот, просто полностью удовлетворят для поездок по городу, я не знаю, идеальный транспорт, на мой взгляд. Есть целый сайт складных велосипедов, английский, Folding Bike. Там таких чудес, выше крыш, которые складываются по-всякому. Когда увлекся вот этой темой, стал смотреть все эти складные велосипеды. Очень много разных, есть и очень дорогие, есть по тысяче евро складные велосипеды, есть и подешевле, но вот все равно складной велосипед, он лежит в диапазоне где-то от 700 до полутора тысяч евро. Это вот модель, скажем, недорогая. Она, ну, если в кроны перевести, где-то 7600, 7800 стоит. А так тут всяких прибамбасиков, ручки посмотрите, какие гелевые. Потрогайте, потрогайте ручки. За них взяться приятно. Потрогай, потрогай. Чувствуешь, да? Очень эргономика, кстати, во время поездки продумана. Тоже над этим мучился и бился очень долго. На него садишься, во-первых, посадка прямая, да, не как на этих, на маунтинбайт, ну, на этих, на горных велосипедах. Садишься вот так, вот так, тылующий горизонтальный асфальт и едешь. Меня, как бы, это всегда раздражало на велике. А классические велики, которые с прямой посадкой, они слишком громоздкие. Вот. А здесь, получается, что прямая посадка, спина ровненько, едешь быстренько. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова